здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас на канале яркие картины с вами художник наталья ширяева и сегодня у меня будет короткое емкое видео по теме какие картины хорошо продаются на русском рынке в рунете на русских сервисах продажи картин на авито и на ярмарке мастеров я наверное не открою америку сказав что самая популярная тема это все-таки цветочная тема цветы действительно продавались продаются и будут продаваться свое время на ярмарке мастеров я продала около 500 картин с цветами я продающий художник работаю 2013 года в сфере продажи картин через интернет и я знаю о продаже картин все действительно буквально все цветы нужно изображать желательно в букетах в вазах возможно в натюрморте с фруктами цветы одиночные продаются хуже чем цветы в вазах не знаю откуда взялась эта тенденция возможно это отсыл все-таки как академической живописи и такие цветы очень хорошо покупают в подарок картина в подарок это хороший такой подарок для юбилея и люди продолжают дарить друг другу картины на большие праздники на юбилеи на дни рождения поэтому цветы всегда будут в тренде можно писать цветы в природе да можно использовать несколько популярных тем в одной картине на переднем плане например изображать цветы например цветущие маки на заднем плане какой-то узнаваемый пейзаж например пейзаж крыма тогда вы совместите целых две популярные темы в одной работе и так цветы в вазах и в натюрмортах это первая топовая тема вторая цветы в природе и на фоне каких-то узнаваемых пейзажей это вторая топовая тема третья топовая тема это наши места для отдыха это наши морские курорты прежде всего это крым картины с крымом очень любят покупать люди желательно изображать знакомые места пляжи известные населенные пункты наши крымские курорты судак гурзуф ялта и прочее изображайте гору аюда гора и удак вообще форева она всегда продавалась продается и будет продаваться самая модная топовая тема пожалуй по крымским пейзажем это гурзуф это вид сверху вид на море вид на горы вид на скалы отдалары вот это всегда будет продаваться вот крымские горы также можно писать то есть может быть это не так круто и топово как пляжи крыма но тоже продаются много картин с крымом продала с горами с цветущими деревьями по весне в крымских горах вот знаю это по собственному опыту четвертая топовая тема это кавказские пейзажи это конечно же известные курорты это виды сочи адлера морские пейзажи горные пейзажи главное обозначать что это кавказ и желательно рисовать реальных фотографий мест где любят отдыхать россияне вот дальше переходим к пятой теме эта тема животные это самое популярное наверное из этого это слоны и львы из птиц попугаи павлины и фламинго это вообще просто the best этот тренд мощнейший тренд очень много картин продала со слонами со львами с фламинго с павлинами вот до сих пор у меня покупают цифровые изображения моих картин которые давно уже проданы много раз приходилось писать картин со слонами например трендовая тема это голова слона такая яркая написано ярких красках в принципе все темы которые пришли перечисляю очень популярны в мастихине пишутся достаточно быстро достаточно легко продать трендовая тема слониха со слоненком да вообще вот эти темы которые намекают на семейность на парность на воспитание детей а эти все темы тоже очень хорошо продаются вот если говорить про картины с животными да то есть там лев и львица там львица и львенок слова слониха и слоненок или там парочка слонов обнявшись хоботами да павлины очень популярная тема в разных видах можно их писать можно допустим голова павлина и хвост можно целиком можно два павлина вот тема ярких петухов очень тоже популярна тем более люди часто наши любят картины дарить привязываться к гороскопам и вот льва львам дарят и львов петухам у тем кто в год петуха родился дарят петухов фламинго дарят наверное всем подряд я думаю вот очень популярны фламинго вот и в стаях и одиночные фламинго в общем тема животных хороша дальше переходим к теме из иноземных картин да это сакура горы япония китай то есть это тут такое уже веяние востока цветущая сакура на фоне горы фудзиямы цветущая сакура в горах сакура на фоне какой-то пагоды вот эти темы прямо тоже очень хватались руками много раз заказывали дальше переходим к очень популярной трендовой теме прованса и теме лаванды эти картины наверное всегда продавались всегда продаются и всегда будут продаваться тоже конечно прованс с лавандой уже набил многие москомину но до сих пор эта тема будет достаточно быстро продана если вы будете писать это могут быть и лавандовые поля и лаванда в вазах виды на городки прованса с красными крышами да и какими-то пейзажами холмистыми в общем тема это рулила рулит и будет рулить восьмая тема тема которую любят эзотерики наши русские творческие люди часто увлекаются эзотерикой медитации йогой прочими такими вещами и они очень любят покупать картины с такими местами мистическими да это алтай это картины в стиле рериха может быть даже копии рериха тем более рерих сейчас вам уже не предъявит ничего до за повторение его картин это такие горы когда тема мистицизма именно прослеживается тема медитации просветления а какого-то духовного пробуждения вот алтайские мистические места желательно называть какие-то конкретные там городом гора белуха например то что узнаваемо людьми которые вот увлекаются всей этой темой а вот и тоже хорошо достаточно продавалась вот девятая тема эта тема ну как бы всем известная море пляж тема отпуска тут могут быть и люди на пляже какие-то в шезлонгах и какая-то там может быть столик на крыше ты на пляже там стоит бутылочка вина там и бокалы вот море закат волны желательно опять же писать какие-то места в которых действительно люди могли побывать они их узнают и обязательно купят потому что воспоминания об отпуске это тема которая не отпускает всю зиму наших русских людей и вот это вот надежда на то что лето когда-нибудь случится дает им силы пережить суровую русскую зиму вот и десятая тема эта тема средиземноморье тут обширнейшие просто поле для творчества для деятельности этого мы греция это вам и италия это вам и испания наши люди любят путешествовать да во все эти места на курорты вот это и черногория это домики на скалах да вот итальянские побережья например итальянское побережье вот эти вертикальные скалы на которых которые усыпаны домиками с этими крышами оранжевыми и море обязательно вот эти темы в разных вариантах допустим какая-то терраса где стоят кресла и все это с видом на море цветущая бугенвилья греческий город санторини все это тоже рулит а все это тоже очень хорошо продается продается люди это и как воспоминание о своем отпуске и как мечты о будущем о лете о будущем отпуске как мечты о путешествиях очень хорошо такие картины продаются в подарок на юбилей вот если человек идет на какой-то юбилей то конечно же он какой-то общеизвестную тему будет дарить он не будет тарить какую-то картину с глубоким смыслом или с с каким-то глубоким содержанием скорее всего это будет картина все-таки распространенная тема которая ну наверняка понравится практически каждому да и бонусом вам еще даю одиннадцатую тему до в десяти обещанным эта тема африканских женщин африканки с тюру в тюрбанах африканки в украшениях во всех стилях продается конечно же если вы настроены на продажи на то чтобы зарабатывать картинами то выгоднее всего писать картину мастихином мастихиновая живопись востребована она достаточно быстро пишется и на ней можно хорошо зарабатывать как работая на заказ так и рисуя готовые работы продавая вот на этом я буду заканчивать свое видео надеюсь я была для вас полезна с вами была наталья ширяева художница я на русском рынке уже 10 лет работаю и имею больше 500 продаж на ярмарке мастеров картин включая заказы и уже 1200 продаж практически на etsy до сих пор там работаю потому что у меня есть турецкий внж слава богу магазин у меня еще в деле скажем так да не другим художником меньше повезло из россии с этим вот но я надеюсь что будут в будущем новые площадки открываться и только и не только сможете продавать картины по россии но и за границей сейчас уже в принципе возможности такие появляются появились вот на этом я буду с вами прощаться а если хотите чтобы вам помогали в развитии вашего бизнеса по продаже картин приходите к нам в клуб продающих художников у нас очень много людей которые обучились и до сих пор обучаются делятся своими своим опытом да у нас база знаний по различным площадкам торговым по продаже картин ярмарка мастеров etsy и другие площадки вот есть возможность обучиться и сделать свой собственный сайт прямо на базе нашего клуба продающих художников сделать свой сайт для русского интернета сделать свой сайт на английском языке для зарубежных покупателей все это на базе нашего клуба возможно вот на этом буду прощаться с вами пока пока а